Добрый день! На канале 10 тысяч подписчиков, даже немного больше. Как я и обещал, записываю видео с ответами на вопросы. Сейчас 15 января, я пару часов назад вынес новогоднюю елку из дома. Публикация же будет 17 января в понедельник. Ну, вы, наверное, уже догадались, рассмотрите это видео. Вопросы мне задавали на вкладке сообщества. Было две записи. Обновляем, чтобы ничего не потерялось. То есть сначала была запись такая вот с картинкой из вопросов. И там больше всего комментариев. С нее мы и начнем, а позже вернемся ко второму анонсу, когда уже 10 тысяч подписчиков набралось, и там еще чуть-чуть вопросиков есть. Я буду по порядку отвечать на все вопросы. Возможно, некоторые будут повторяться, но ничего страшного. Ну и первый вопрос задает нам Вано. С чего началось такое необычное увлечение, как коллекционирование головоломок? Ну, началось оно стандартно. Где-то я на ютубе увидел выступление Максима Чечнева и попросил одного из моих учеников купить мне кубик. За 150 рублей нашел в тамбове мне кубик. И я за пару вечеров научился, пока ужинал. И с тех пор стал потихоньку развивать это направление. Сначала собирал на очень плохом кубике, ну, самом первом. Потом заказал себе кубики получше. Несколько зеркальные кубики, там до 5 на 5. Думал, что особо большие я собирать не буду. Но в итоге, как все знают, у меня достаточно большая сейчас коллекция. Вано задал несколько вопросов, поэтому продолжаем. Какие бы неофициальные головоломки вы бы хотели видеть в официальных чемпионатах? Ну, понятно, что речь идет о дополнительных дисциплинах. Какие-то уже проводились. Такие как кубой 2 на 2 на 3. Командная сборка вслепую. Кубики 8 на 8, 9 на 9. Но чтобы вот именно на ВЦА добавили, я думаю, определенно нужен киломинкс. 8 на 8, 9 на 9. Конечно, было бы интересно, но мы знаем, как сложно проводить большие кубы на соревнованиях. Это всегда тяжело найти скрамблеров. Не так легко проводить сами раунды. Поэтому, наверное, 8 на 8, 9 на 9 пусть остается в дополнительных. Но из интересных, к примеру, Сиамский куб 3 на 3. А какой-нибудь РЭКС куб. Сейчас тем более вышел от компании ЧИИ ИВИ куб. Тот же кубой 2 на 2 на 3, 3 на 3 на 2 и 3 на 3 на 4. Было бы неплохо, но сейчас пока мало хороших моделей. Рэдди Куб сейчас есть от Юксин версия Эйд Петтлс. Магнитная вполне тоже подойдет для ВЦА чемпионатов. На самом деле, было бы много чего интересно там увидеть. Но мы понимаем, что абсолютно все желаемые дисциплины туда внести не получится. Поэтому так медленно все это и происходит. Так как на крупных чемпионатах нужно проводить именно все дисциплины. Нельзя выбирать. А это уже будет затягиваться гораздо больше, чем на 4 дня. Продолжаем отвечать на вопрос Ивано. Как часто вы пользуетесь своей коллекцией? Или большинство так и остается на полке после разбора и решений. Я скажу более того, что далеко не все головоломки я даже перемешал. А некоторые даже не распаковал. Но те головоломки, которые я все-таки перемешал и когда-то собрал. Время от времени, конечно, я их достаю с полочки. Хотя бы для того, чтобы протереть пыль. Если выходит какая-то новая головоломка, которая либо повторяет, либо на основе, либо как-то связана со старой, то они извлекаются и появляются у меня в анбоксингах. Ну, либо в обучающих видео. Как я уже не раз говорил, жизненный цикл головоломки, как минимум, это анбоксинг, сборка на скорость, если она возможна, конечно, и обучающее видео. Некоторые головоломки могут лежать годами, я к ним не притронусь, а некоторые я достаю достаточно часто. Но вот трешки старые уже крайне редко извлекаются из небытия, из-за кромов, из задних рядов на полках. Следующий вопрос нам оставил Монг. Он пишет. Интересный, необычный формат, который должен разбавить анбоксинги. Отличная идея. Мой вопрос. Сколько лет вы занимаетесь спидкубингом? Ну, я начал заниматься в 2015 году, в феврале. Я специально узнавал спустя года 3 или 4 моего влечения, когда же это началось. И я посчитал, что началом будет являться тот момент, когда я заказал первый нормальный кубик. Получается, где-то неделю я собирал палаточным, безбрендовым кубиком. А после уже заказал Dayan 5, как сейчас помню, Жан-Чи 55 мм. И тогда уже можно начинать отсчет. Это был конец февраля 2015 года. Сейчас год 2022, а значит, уже почти 7 лет. Не думаю, что такой формат нужно делать часто, но не чаще, чем раз в год. Быть может, на следующих новогодних праздниках можно будет повторить. Пишите в комментариях, как считаете. Далее нам пишет Арсений, это Арсений. Он также написал несколько вопросов. Правда, не всегда ставил вопросительные знаки, но мы догадаемся, что это вопросы. И первый звучит так. Будет ли Ган-12? Ну, как ответить? Возможно и будет, но покупать я пока его не планирую. Буквально сегодня я смотрел, что в России он стоит больше 6 тысяч. Ну, в Китае можно где-то за 4,5 приобрести. Ну, на трешку такие деньги отдавать, конечно, не хочется. Если кто-то мне подарит, я не против. Но пока желающих не было. Так что в ближайшем времени ждать не стоит. Но зато я могу сказать уже определенно. Скоро вы увидите Чи МП, Диан Шэнг Соло 3М. И на этом бюджетные трешки, скорее всего, закончатся. Если я буду покупать 3х3, то либо какие-то очень интересные, либо уже топовые. Далее Арсений нас спрашивает. Какая твоя любимая головоломка из всей коллекции? Трудно ответить на такой вопрос, так как в любой момент времени интересно что-то конкретное. Пока решаешь одну головоломку, она интересна, хочется изучать подобные. Остальные отходят на другой план. Потом появляется что-то новое. Одно время я большое внимание отводил кубоидам. И вдоль и поперек их все изучал. Перебирал те, которые у меня давно лежат на полке. Собирал их. Ну, сильно интересно было. Потом Мастер Морфикс. Вышел там 8х8 Мастер Морфикс. Его пособирал. Начал серию обучающих видео на эту тему. Сейчас вот вышли Мэджик Тауэр. Различного размера. Очень интересно, необычно. Но если брать головоломку, которой я всегда возвращаюсь, из ВЦА, это, наверное, все-таки Мегаминкс. Это моя любимая ВЦА-головоломка. Хотя я уже давно не тренирую, но время от времени рука берет, сама перемешивает, и я собираю. Так что можно считать Мегаминкс любимой головоломкой. Но в каждый конкретный момент времени, интересно, головоломка может быть другая. Дальше Арсений спрашивает, сколько стоит твоя коллекция? Ну, честно, моя коллекция бесценна. И чтобы ее оценить, можно лишь, конечно, пересчитать, сколько на нее потрачено денег. Но это явно больше миллиона. Никогда не задавался целью посчитать, сколько на это все потрачено. Это больше для души. Это мое хобби. Это мое дело жизни, можно даже сказать. Неотъемлемая часть моего существования, учитывая, сколько времени я трачу на канал, на изучение головоломок. Коммерческая составляющая здесь не так и важна. Но, думаю, за миллион перевалило давно. Учитывая, сколько лет. А быть может, я ошибаюсь. Но перепроверять точно не буду. Украсть ее вроде никто не должен. Все равно за такие деньги не продать. Следующий вопрос. Сколько ты зарабатываешь с YouTube и зарабатываешь ли вообще? Да, какой-то доход YouTube приносит. Если оценить месячный доход с YouTube, то можно сказать, что на основной своей работе за день я могу заработать больше. Учитывая, что канал я веду с 2017 года, то есть пятый год. Платить YouTube начал далеко не сразу. Платил сначала чуть-чуть. Чуть-то там около полутора тысяч в месяц. Сейчас на Новый год, конечно, там и за 100 долларов, наверное, перейдет. Так как активность больше. Всем на Новый год кубиков надарили. А так в обычные дни, конечно, рублей 200-300 в день. Я не вставляю прямой рекламы никакой. То есть все, что есть, это монетизация YouTube. Причем YouTube вставлял бы свою рекламу, независимо от моего дохода, был бы он или не был. Это как бы скромная компенсация моих затрат на улучшение контента. Но явно не цель, ради которой я вообще все это затеял. Надо понимать, что вот если видео одно выходит, набирает 500 тысяч просмотров, то денег оно приносит меньше 100 рублей с монетизацией YouTube. А голлом, как вы понимаете, может стоить и 2, и 3 тысячи. Так что это все нерентабельно. Хотелось бы покрутить, да не крутится. Дальше Арсений спрашивает, сколько накопилось отверток. Я уже не раз демонстрировал эту баночку, которую называю кладбищем отверток. Это явно не все отвертки, что у меня есть. Но вот какие нашлись, сложил сюда. Сколько их тут штук, не знаю. Ну где-то еще несколько валяется. Ну и в новых кубиках, в том же Solar 3M, тоже отвертка есть. Пересчитывать не буду, надеюсь Арсений меня простит. Пропустил вопрос от Арсения, случайно. Он спрашивает, на сборку какой головоломки ты потратил больше всего времени? Наверное это был 17 на 17, если считать головоломки, которые я собрал. Собирал я его пару дней. А может даже неделю. Потому что в перерывах между чем-то я это делал. Ну и есть головоломки, которые я не собрал, потому что не смог, не захотел, не нашел интереса либо времени. Так что время, стремясь к бесконечности, ну наверное его считать не стоит. А так где-то недельку я собирал 17 на 17. Если сесть, конечно, все отбросить и за раз собрать, наверное будет побыстрее. Далее нам пишет 100 кубов головоломок. Добрый день, еще одна просьба. Было бы очень хорошо, если бы вы сняли видео про язык вращения часов Рубика. Язык вращения для клока нужен исключительно для скрамблинга. Там вроде бы ничего сложного. Поворот по часовой стрелочке, это циферка со знаком плюс. Поворот против часовой стрелки, это циферка со знаком минус. Если мы будем смотреть на эту стрелку, это плюс один, это минус один. Единственное, что нужно учитывать, какая кнопочка поднята. Если мы посмотрим на какой-нибудь скрамбл, к примеру, здесь написано у Р два минус. Значит мы из собранного должны поднять у верхняя, Р правая. И подвернуть эту стрелочку на два щелчка против часовой стрелки. Дальше идет ДР, значит мы должны эту кнопку опустить. А нижнюю Д, даун, райт, правую, поднять. И так далее. Когда у нас будут буквы одиночные, У, Р, Д, Л. Значит мы поднимаем две кнопки. У верхние, Р правые, Л левые, ну и Д нижние. У два, перехват клока. И в конце показывают, какие кнопочки должны быть подняты. Ну на этом скрамбле написано УЛ. Значит верхнюю и левую кнопку надо поднять. Вот и все. У меня есть задумка целую серию видео снять по скрамблингу. Когда-нибудь до этого дело дойдет. Мистер Нотфил спрашивает, будет ли обучалка по Фридриху. Часто задают мне такой вопрос. Здесь стоит понимать, что если я что-то делаю, то я стараюсь сделать это так, чтобы было хорошо. А желательно лучше всех. Обучалок по Фридриху пока достаточно. То есть их много и некоторые даже хорошо сделаны. Поэтому для того, чтобы их превзойти, нужно потратить очень много времени и усилий, которые в итоге мало кто оценит. То есть это не будет так интересно, как кому-то кажется. Пример известен. У меня есть видео с продвинутым методом по Мегаминксу. Метод для начинающих смотрит так более-менее. Продвинутые кое-как. И часто там пишут, что ой, что-то много формул. А ты рассказывал ПЛ, а как первые два слоя собирать не рассказал. Ну, что-то такое. Видно, что люди пришли не за продвинутым методом, а за простым. Понятно, что я когда-то сделаю метод Фридрих. Я даже веду работу в этом направлении. Но я хочу это сделать хорошо. Поэтому торопиться здесь не стану. У меня даже были сняты два видео по продвинутым методам по 2х2. По Фридриху для 2х2 и по Артеге. Причем снято очень давно. Но, учитывая, что с тех пор я сделал получше оборудование, то есть качество записи, звука, теперь уже чуть лучше. И выкладывать я их не стал. Да и монтировать до конца тоже. Поэтому когда-нибудь пересниму. А так в планах у меня есть и Фридрих по 3х3, и по 2х2. И продвинутые методы по всем головоломкам, которыми я владею. Ну, кроме Square. Для Square там мой почти двухчасовой ролик. Он включает в себя и метод для начинающих, и ускорение для продвинутого метода. То есть я сделал все ВЦА-головоломки. Метод для начинающих. Ну, и со временем делаю везде и продвинутый. Понятно, что эта работа долгая. И для того, чтобы к ней приступить, мне нужно сделать некий запас. Как многие видят, сейчас мои ролики выходят два раза в неделю на Ютубе. Независимо ни от чего, я уже давно держу такой темп. И вот настал момент, когда мои обучающие видео и запасов закончились. И вот я это яблоко сейчас кручу. Я его к прошлому четвергу еле успел смонтировать. А через две недели мне выпускать следующее обучающее видео, которое еще даже не снято. То есть мне нужно наработать запас, а потом уже приступать к каким-то глобальным проектам. И будет отдельное видео по языку вращений. Будет крест, интуитивный F2L. Начальные формулы отдельно OLL, отдельно PLL. И потом будут полные. То есть это будет целый цикл. На это нужно много времени. Ну и к тому же мне нужно проверить все эти 119 алгоритмов. Пересмотреть, все ли я самое оптимальное сам использую. То, что F2L я некоторые стал в последнее время менять. Так как много трешек кручу. Тестерай свежие модели. В планах выпустить Фридрих в этом году. Но вряд ли работа начнется раньше лета. Так как я сейчас сильно занят и совсем не успеваю. Саня Кубик спрашивает. Вы когда-нибудь снимете ролик про всю вашу коллекцию и где и как вы ее храните? Ну а сейчас вы видите кадры с моей коллекцией. Хранится она в хаотичном порядке, но на специально для этого заказанных полках. Помимо кубиков там есть конечно и другие предметы. Все такое не очень организованно. Не так как мне хотелось бы, но хранится примерно так. Обзор коллекции будет, но приступать к нему я буду не раньше лета опять же. И будет много частей по 50 головоломок. Только в таком формате можно что-то успевать. То есть я не могу про все свои 700, 800, 900, не знаю сколько их головоломок сделать одно видео. Ну разве что вот это. Но также не совсем интересно. Нужно хотя бы пару слов о каждой сказать. Так что коллекция будет. Приоритет задачи низкий. Но когда-нибудь я это сделаю. Планирую тоже в этом году начать. Рубик Скуп решил вопрос не задавать, а просто поддержал. Да, отличная идея. Это очень интересно. Ну, рады стараться. Часто такое делать не будем. Но если кому-то понравится, через год повторим. Цель действия результат пишет. Просто оставлю комментарий в поддержку канала. Занимайтесь и культурой. И будьте здоровы. Спасибо Юрий Юрьевич. Будем. Сто кубов головоломок спрашивает. Сколько у вас накопилось подставок и отверток, которые идут в комплекте с кубиками? Ну, отвертки я уже показывал. Много. Подставок еще больше. Более того, я покупал специально подставки. Где-то они лежат штук не знаю 100. Хотел дарить на своих нефициальных чемпионатах каждому участнику. Что-то я их недорого купил. И потом началась вот эта вот ковидная история. И они у меня так и остались. Купил, может быть, и не зря. Но я ими не пользуюсь. Когда-нибудь чемпионаты возобновятся. Будем также мы неофициальные соревнования в Тамбове проводить. И кому-нибудь я их раздарю. У меня для той же цели припасены мешочки для кубиков. Тоже явно больше сотни. Сшитые на заказ специально для этой цели. Но также я особо их никому не раздарил. Какими смазками пользуетесь? Именно конкретные названия. Смазки, которыми я пользуюсь, в основном это Maru и Cinegan. Крайне редко я применяю зеленую Maru. Когда-то мне ее подарил Андрей Работа. Я заказывал у него крупную партию кубиков. Вот у меня в подарок положил его подпись. Подарок. А еще там какая-то моль спряталась. Надеюсь, она смазку не съест. А так белая Maru и Cinegan. В основном Maru белая. Так как кубики надо ускорять. Ну, для особо быстрых и неконтролируемых головоломок я применяю Cinegan. Это в основном трешки, иногда двушки. Для более крупных не применял, по-моему, ни разу. Для особо совсем дурных кубиков активатор. То есть это написано Maru loop активатор на коробочке. Ну, вроде помогает. Тот же Qi MPM был совсем не подвластной смазке кубик. Поэтому пришлось догонять вот этой штукой. Ну, а так стандартный набор. Белая Maru, Cinegan. Либо любая другая густая смазка. Тот же M-Lube. Ну, просто вот это у меня единственная Cinegan бутылочка. И я ей до сих пор пользуюсь. Тут еще много. Была у меня смазка и Dayan. Где-то еще синяя Maru. Две упаковки лежат. Какие-то там еще маленькие 5-миллилитровые бутылочки лежат. Maru, а какие-то красные, не помню. Ну, даже не распаковывал. Еще пока не требовались. Продолжает 100 кубов головоломок. Еще, кстати, было бы интересно, если бы вы сделали отдельный обзор на разные смазки. Но, честно, в этом смысла не вижу. Я в каждом кубике, если это важно, обозначаю, какой смазки я смазывал. Ну, и опять, это всегда белая Maru и редко Cinegan. Так что здесь особо выбирать не приходится. То есть белая Maru уходит прям литрами. Ну, не литрами, но вот такие пузырьки у меня кончаются достаточно быстро. Учитывая, сколько у меня головоломок. Так что много белой Maru и немножко густой смазки. Любой. Еще один комментарий от того же пользователя. 100 кубов головоломок. Он пишет. Хотел задать еще один вопрос, если не поздно. Сколько примерно времени у вас уходит на монтаж одного видео? Ну, вот это видео я записываю в субботу вечером. Монтировать начну завтра. И надеюсь, что к 6 вечера понедельника я закончу. Очень надеюсь на это. Но видео бывают разные. На монтаж какого-то может уходить не один месяц. Потому что смотреть там 3-4 часовой исходник. И слушать то, что ты знаешь. Убирая паузы, повторы. Неправильные формулировки. Накидывая формулы. Занятия не из легких. Учитывая, что я знаю то, что вижу в ролике, который монтирую. А там еще и несколько дублей. То это тяжело смотреть. И не всегда можно выдержать. Для этого нужно прям собраться с силами. И не всегда за один раз я это делаю. Короткие ролики. Ну там, которые 5-минутные. К примеру, сборка. Если чисто монтаж. То посмотрел. Накинул таймер. Добавил музыку. Можно в полчаса рендер. Потом грузить на YouTube. Но, для того, чтобы сделать хорошую сборку. Нужно также много времени потратить на сборку этой головоломки. А это может быть неделя, месяц. Ну год-то вряд ли. Я делал сборку на скорость вот этой вот штуки. Для того, чтобы собрать за 3 минуты, я сборок 50, наверное, сделал. Прежде чем это записать. Так что вопрос субъективный. Ну минимум, наверное, час нужно потратить на монтаж простого короткого видео. Учитывая монтаж, поиск необходимых материалов. Там музыка, картинки, если нужны. Ну и загрузка, оформление на YouTube. Ну еще и превьюшку надо сделать. Это бывает либо быстро. Если готовый шаблон. Есть. Либо бывает час-два. Но я стараюсь это делать параллельно с каким-нибудь другим занятием. То есть от часа до нескольких месяцев может быть разброс на монтаж. А на создание видео, конечно, гораздо больше. Это наработка материала. Сама съемка. Много дублей. Монтаж. Просмотр. Если видео это сборка, которая неразговорная. Я даже не всегда его полностью пересматриваю после монтажа. А если это обучающее видео, тоже яблоко, которое я делал, часовой ролик получился, двухчасовой исходник, я потом после монтажа обязательно готовый материал пересматриваю на всякие недостатки. То есть плюс еще продолжительность этого видео можно добавлять на стадии монтажа. И этот этап очень нудный. Я просто как-то раз допустил опечатки в своих обучающих видео, которые... Ну, просто глаз замылился и в формуле где-то штрих не дописал, что-то такое. Где-то в выезжающей заставке вместо кубика 4х4 написано кубик 2х2. На это мало кто внимания обращает, но я вижу и стараюсь такие вещи убирать. Ну и также при монтаже можно случайно оставить какой-нибудь повторный дубль. Так у меня было на ДОМУКУБ. Мне подписчики написали, пришлось уже на Ютубе это вырезать. Надеюсь, больше таких моментов нет. Ну вот поэтому стараюсь пересматривать готовый материал. Мистер Гулякин пишет нам. И подумайте о эфире в честь 10 тысяч подписчиков. Было бы интересно. На самом деле у меня изначально такая мысль была. Сделать именно прямой эфир на эту дату. Когда наберется 10 тысяч подписчиков, сделать стрим. Но сейчас технические возможности, наверное, мне не позволят это сделать. Но я эту идею не отбрасываю. Сейчас мне что-то барахлит компьютер. Я не уверен, что он потянет беспрерывно прямой эфир час-два. А рисковать, портить настроение зрителям я не хочу. То есть надо его привести в порядок. Он мощный, но нагрузки на него тоже большие. Поэтому что-то там уже со временем начинает ослабевать. Но опять же к лету я подумаю над идеей делать на стримы. Возможно даже на постоянной основе, там раз в месяц, где-то так. Если это будет интересно. То есть на них можно будет общаться, что-то там собирать, обсуждать. Посмотрим. Если интересно подобные, напишите в комментариях. Возможно когда-нибудь реализуем. Но точно не сейчас. Быть может к лету. Далее нам два комментария оставляет Рубик Скуб. Он пишет, с нетерпением ждем новый ролик. Пожалуйста. Месяц прошел. Дождались. И задает следующим комментариям вопрос. Хотел иметь кубик Рубика 70 на 70. Я бы не отказался. Собирать конечно такой будет невероятно долго. И он наверное крупный станет. Но почему бы нет? Если он будет стабилен. Я бы пособирал. Конечно его собирать наверное месяц придется. Но почему нет? Не откажусь. Сейчас там сделали пирамидку 13 на 13. Кубик 33 на 33 существует. Мегаминкс. Забыл сколько там у него слоев. По-моему тоже 13 на 13. Ждем 70 на 70. Но для начала какой-нибудь поменьше наверное. Еще один вопрос от канала 100 кубов головоломок. Да там. У него есть свои видео. Можете посмотреть если желаете. Какой у вас был первый кубик во всей коллекции? Ну первый это палаточная трешка. С которой все началось. Когда будет видео о том как сделать кубики близнецы 4 на 4. Было бы очень интересно. Это видео давно снято. Смонтировано. И оно готово. Но публиковать я его буду после того как запишу видео как сделать сиамский 3 на 3. Так как это было бы разумно. Но я все никак не найду времени чтобы это сделать. Я понимаю что таких видео много. Но я позиционирую свой канал как тот на котором есть вся необходимая информация. И пропускать такой этап не хотелось бы. Хотя я понимаю что в комментариях будет написано. Это не ново. Ты украл идею. Так уже все делали. И все такое. Я знаю что это будет. Так было на видео DIY кубик без углов. Писали всякое. Что украл идею. Но когда нибудь я это сделаю. А после будет и 4 на 4. И 5 на 5 если получится. А быть может 6 на 6. И 7 на 7. Планы такие есть. Но посмотрим. 4 на 4 получился. 5 на 5. Надеюсь тоже получится. А там дальше посмотрим. Дальше нам пишет мистер Гулякин. Поздравляю с 10 тысячами подписчиков. Но это его не единственное сообщение. Спасибо мистер. Будем расти дальше. Следующий вопрос от Ярослава Усманова. Вы часто тренируетесь? Сколько примерно в день? Я так чтобы собирать на скорость. Тренируюсь наверное и не часто. В основном это когда я тестирую вновь прибывшие головоломки. Делаю я это обычно между делом. Когда отдыхаю от каких-то своих занятостей. То есть от обучения. От другой работы. И я могу включить себе на ютубе какое-нибудь видео. И крутить сборок 50-100 подряд. Могу какой-то день вообще не брать кубик 3 на 3 в руки. Собирать что-нибудь вот такое. Максимум в день я делал 700 сборок 3 на 3. Как-то мне такой день выдался. Что параллельно со своей работой я смог сделать такое большое количество сборок. Больше такого не повторял. Ну вот недавно сборок 200 в день делал. Когда тестировал. Так чтобы именно тренировать скорость. Тренирую редко. Это обычно было к чемпионатам. Которых сейчас нет. За 2021 год я посетил только один чемпионат по спидкубингу. И то только один день в субботу. Где не было трешки и двушки. Так что 3 на 3 и 2 на 2 я даже на этом чемпионате и не собирал. Ну зато собирал скьюб, пирамидку. Пирамидку кстати хорошо, лучшую. Как и Клок. Видео я недавно публиковал оттуда. Богородицк называется город. Очень хороший чемпионат. Мне понравился. Я бы еще съездил. Да вот не делают пока. YG Кубер пишет. Когда наконец выйдет туториал по 1LLL. 3L после единички. Ну как сказать. YG Кубер. Никогда. Не планирую. Ну понятно что это шутка. Делать туториал по такой теме смысла нет. Поэтому не дождетесь. Фридрих когда-нибудь буду выпустить. А уж остальное. 100 кубов головоломок задает еще один вопрос. Замагничили ли вы самостоятельно какие-либо головоломки? Спрашивает он меня. Ну вот. Этот кубоид я замагнитил самостоятельно. Также я магнитил кубоид 3х3х2. Для того чтобы собирать его на скорость. Не скажу что я люблю это дело. Модифицировать головоломки магнитами. Но вот пришлось когда-то. Надеюсь часто такое мне не будет требоваться. Уж 8х8 мне была мысль когда-то замагнитить. Но сейчас ждем от Диан Шэнг магнитную восьмерку. Если появится то приобрету. И второй вопрос в этом же комментарии. Как часто в среднем вы чистите свои основные кубики? Практически никогда. Мой MS3 V1 кубик. На котором я наверное больше всего сборок сделал. Возможно сейчас и нуждается в чистке. Но обычно я делаю одну, две, три тысячи сборок. На кубике 3х3. И покупаю какой-то новый. И перехожу на него. Просто вот лучше чем MS3 V1 пока не было. Поэтому долгое время собирал на нем. Хотел даже открутить 5000. Но по моему 1000 на 4 я остановился. Не успел. Там вышли Жанчи Про М. И Торнадо V2. Приходилось чистить кубик 4х4. Но разобрать-то я его разобрал. Почистил. А собирать попросил. Один раз делегата Марию Жиц. А другой раз, по-моему, четверку мне собирала жена. Сам я не могу вытерпеть собирать вот эти мелкие детальки в четных головоломках. Поэтому разбирать их никогда не советую без нужды. Ну и на новых четверках, пятерках, шестерках я не открутил столько сборок, чтобы их чистить. Поэтому почти никогда я не чищу свои основные головоломки. Но, если потребуется, почищу. Даже у меня есть два кубика, которые долго валялись в машине. Заросли пылью, грязью. Скрипят при повороте. Я не буду их сейчас демонстрировать, чтобы никому не портить впечатление. Те лежат они вон недалеко. А когда-нибудь я сниму видео, как их почистить. Не знаю когда, но когда-нибудь сделаю. Ярослав Османов задает еще один вопрос. Сложно ли было учить собирать кубик Рубика членам вашей семьи? Ну, моего сына в основном научила жена. Жену, по-моему, то ли я сам научил, то ли она сама научилась. Но как-то без происшествий очень легко все это вышло. Дочь пока собирать 3х3 не умеет. Но собирает простейшие головоломки типа О2 Куб, Дуо Пираминкс, Юникорн от Мою Который. Ну, такие простейшие. Ну и пока 5 лет. Хотя сын в 5 лет уже в чемпионатах участвовал. 3х3 и 2х2 собирал. Но дочь больше любит рисовать. Я никого не принуждаю. То есть изъявляют желание. Мы даем возможность. Но сын учился долго. Постепенно. Но опять же мы его не заставляли. Как сам проявлял интерес. Потихоньку, каждый день хотя бы раз собирал. И в итоге научился. Сейчас он собирает редко. Но иногда кубик берет и покрутит. Александр Смирнов нам пишет. Ваша жена тоже занимается спидкубингом. А как она относится к вашему увлечению. Коллекционированию, структурированию, модифицированию. Ну, есть у меня одно слово. Чтобы характеризовать ее отношения. Она терпит. Тут такая многозначительная пауза. Закончим. И она стала спидкубером после вашей встречи. То есть вы ее заразили. Или же вы познакомились на фоне этой заразы. Нет, мы были уже женаты до того, как я увлекся головоломками. Мы научились одновременно в один день. И какое-то время собирали вместе. Соревновались. Но у меня интерес был сильнее. Я по результатам стал обходить. У моей супруги интересы со временем сменились. И она сейчас собирает только со своими учениками. Ну и опять же, чемпионатов сейчас нет. Мотивации для тренировок тоже у нее нет. 100 кубов головоломок задает еще вопрос. Есть ли у вас головоломки, которые вы никогда не показывали на своем канале? Если есть, покажите в видео несколько самых интересных из них. По вашему мнению. Но я даже не знаю. В течение этого ролика вы могли заметить, что головоломки в моих руках немного меняются. И среди них есть те, которые я никогда не показывал на своем канале. Одна из них. Даже не распакованная. Кое-что еще в процессе появится. Но какое-то свое детальное отношение к этим головоломкам я буду, конечно, высказывать в анбоксингах. Мистер Гулякин еще спрашивает. Каких кубов лучше сделать сиамский магнитный куб, но недорогой? Мой сиамский двойной магнитный куб сделан из кубиков Юлонг 2М. Но более выгодным вариантом, наверное, будет сделать из Мейлонгов. Мейлонг 3М. Это самый дешевый бюджетный магнитный куб и он очень хорош. А вообще можно сделать из любых трешек. Это доступно на любых моделях. То есть, если у вас два одинаковых кубика, можно делать из них. И, соответственно, как вращался кубик по отдельности, примерно так же он будет вращаться и в виде сиамских кубиков. Ну, вот этот кубик просто отличный. Юлонги 2М. Все хорошо. 100 кубов головоломок задает очередной вопрос. Какими методами собираете в ИЦА дисциплины? Ну, 3х3 я собираю Фридрихом. 2х2 комбинации Фридрихом и Артеги. Пирамидку собираю послойно. С кьюб средней сарой. Сквайр. Ну, обычным методом для начинающих. Когда-то использовал какие-то дополнительные формулы. Но, так как не тренирую сквайр давно, многие из них подзабыл, но при необходимости вспомнил. Ну, у меня время на сквайре 35-40 секунд было. Где-то такое. Кубы 5х5, 6х6, 7х7 я собираю Фридрихом. Кубик 4х4 методом ЯУ. Клок собираю обычным классическим методом сборки для начинающих, который показывал в своем видео. Вроде ничего не забыл. Вслепую не собираю. Ногами один раз в жизни собирал. Собирал Фридрихом. Хорошо, что ноги отменили. Как ВЦА дисциплину. Больше собирать не буду никогда. Василий Сызранцев пишет нам. Отличная идея. Обязательно снимайте. Хорошо. Будем снимать. Хотел я вот снять про МС-3Л обзор. Да, прислали мне не ту версию. Я заказывал с двойными магнитами. Прислали стандартную версию. Хотя заплатил я за хорошую. Продавец мне кубик подарил. И со следующим заказом пришлет нормальный. Пока я не заказал. Заказывать буду, когда выйдет что-то интересное. Чтобы не ради просто кубика сделать пустой заказ. Ну, а что-то интересное выйдет. Приедет и МС-3Л нормальной версии. Спасибо Василию за комментарий. Пользователь с ником силбре, извините, если не так прочитал, спрашивает. Сколько вам лет? Где живете? Мне сейчас 34 года. В апреле будет 35. Живой в городе Тамбов. В описании под каждым видео, ну, с какого-то определенного момента, у меня есть ссылки на социальные сети, на каналы в Дзене, Инстаграм, Контакт, Фейсбук, Одноклассники даже. Правда, не захожу. В основном мне пишут во ВКонтакте либо в Инстаграме. Если какой-то у них дополнительный вопрос возникает, который требует личного участия. А так я обычно на Ютубе в комментариях отвечаю. Не всегда сразу, потому что могу пропустить. Там закидает другими вопросами, комментариями, уведомлениями, но стараюсь. С2, С4. Школа шахмат спрашивает. Какие у вас АВГ и ПБ по всем кубам и не только? Ну, я думаю, что этот пользователь имеет в виду ВЦА-головоломки. Поэтому я прикладываю вот эту картинку, где видно все мои рекорды на официальных соревнованиях. Какие есть. Могу отметить, что по двушке сотка у меня менее 5 секунд была, а на соревнованиях не получалось делать даже АВГ-5. И трешка у меня давно была сотка САП-15. Ну, на соревнованиях почему-то вот АВГ. Во-первых, я прокачал трешку позже, чем был на соревнованиях. Я собирал там 3 на 3. Ну, а другая причина. Я обычно 3 на 3 к чемпионатам не тренирую и пытаюсь сосредоточиться на своих профильных дисциплинах, а именно какой-нибудь мегаминкс. Ну, или то, что больше тренировал и хотел улучшить. У меня была цель на каждом чемпионате ставить хотя бы один рекорд личный. Пока у меня это вроде получалось. Ну, будет чемпионат, поставлю цель улучшить трешку. Сингл по 3 на 3 один раз в жизни я делал САП-10. Реконструкция на канале есть. Санек Кубик нам пишет покажите все ваши основные ВЦА головоломки. Ну, я, наверное, сделаю на эту тему когда-нибудь отдельное видео. Сейчас какое-то затищее в ВЦА головоломках, поэтому что-то устаканилось и можно, наверное, снять. Не скажу, что скоро, но я думаю об этом. Мистер Гулякин нам пишет «Как вам пришла мысль снимать видео на YouTube?» С тех пор, как я увлекся головоломками, я подписался ВКонтакте на спидкуберские группы и что-то там обсуждалось. Кто-то выкладывал картинки, кто-то выкладывал картинки, фотографии имею в виду, кто-то выкладывал распаковки свои в видео и как-то обсуждал новинки, головоломки и этим всем делился. Также, покупая в Китае головоломки, я записывал видеораспаковки для того, что вдруг там чего-то не доложили, какие-то повреждения, что-то не то и эта привычка у меня осталась до сих пор. Я уже в ролике это не вставляю, вскрытие почтовой коробки и подобное, так как это никому смотреть не интересно, да и информации там нет особой и заказываю я по многу. Но раньше вот я так делал, то есть я все равно снимаю и решил заодно какие-то первые впечатления свои на камеру, на маленькую такую экшен записывать. И стал это заливать на YouTube. Люди стали смотреть, обсуждать, потому что далеко не все могли позволить себе купить какие-то сложные головоломки, а нормальных отзывов на них, на новинки не было. Это стало немножко востребовано и постепенно это дело развивалось. на YouTube я также заливал вообще первое видео на YouTube было финал 3х3 чемпионата Welcome to Саратов. Я снял финал, мы перед поездкой в Саратов купили экшен-камеру. Кстати, на канале Дзен есть типа влог этой поездки, такой длинный, с плохим звуком. для желающих можете посмотреть. По субботам на Дзене выходит подобное видео, которое на YouTube я не считаю нужным выкладывать. Так вот, перед поездкой в Саратов мы купили экшен-камеру дешевую CG Cam 4000 что-то такое. Поснимали пока ехали, поснимали на самом чемпионате, все это вошло в то видео и сняли финал. Ну и видео финала надо было куда-то залить и залил я на YouTube. Это было первое видео и туда же я стал потом какие-то сборки своих соревнований выкладывать и первые анбоксинги. Где вот на эту плохую камеру с плохим микрофоном, куча гололомок в одном видео, без превьюшек, без всего, практически одним дублем все это выкладывалось. Позже я понял, что надо как-то головоломки разделять, не показывать всю посылку одним разом, поэтому появились видео по отдельным головоломкам. Я, конечно, их иногда группирую, когда имеет место. Фруктовые головоломки, динозаврики приезжали, две версии чего-то одного и того же. я группирую. Но в основном стараюсь записывать отдельные видео. Также спустя какое-то время возникла необходимость записать обучающее видео по мегаминксу. Моя первая обучалка была и я тогда уже купил камеру получше и сделал это. Но позже людям понравилось, пошло-поехало, я сделал видео по 3х3 и по всем ВЦА головоломкам. Остановиться трудно, поэтому я продолжаю каждые две недели выпускать новую обучалку. Надеюсь, вам нравится. Рубикс куб головоломки пишет нам Алексей, когда ролик? Точно, понедельник, 17 января в 18.00. Но вы это уже и так знаете. Очередной вопрос от мистера Гулякина. Сколько у вас кубиков? Я начал составлять каталог уже достаточно давно и 500 с чем-то я успел записать позиции и пока на этом остановился. Дело нудное, муторное и не такое уж и важное. Но в этом списке далеко не все. Но я пока думаю, что до 1000 количество не дошло. Мне кажется так. Больше 700-800 но 1000 наверное еще нет. Когда-нибудь, а именно когда я сделаю обзор коллекции или начну его делать, я посчитаю. понятное дело регулярно количество головоломок моих увеличивается. точное количество я не знаю. Данира нато спрашивает если заблокирует youtube где будут ваши ролики? 100 кубов головоломок ее поддерживает. Я уже упоминал, что у меня есть канал на яндекс дзен там выходят все те же самые видео, что и на ютубе, но по субботам еще выходит что-то что не вошло в youtube какие-то архивные материалы, тестовые сборки, я делаю 50 сборок на камеру, когда тестирую 3х3 и заливаю эти 50 тестовых сборок на дзен. Но их особо никто не смотрит, не комментирует, наверное никому не интересно. Ну просто чтобы материал не пропадал, шел в дело, а дзен площадка которая развивается пока очень сырая, я не могу туда призывать кого-то идти, там все заполнено вот этими видео типа тикток, но дзен развивается. Если вдруг youtube закрою, переезжать я буду туда. Возможно там в скором времени будут какие-то текстовые посты, не знаю, пока дзен дохода не приносит особого, хотя там монетизирован канал, так что делать что-то специально для дзена не хочется, только как побочный продукт. Но это наверное лучший кандидат для того случая, если youtube закроет, надеюсь этого не будет, так как пока на дзене продвижение всякие алгоритмы весьма хромают. Лучше youtube пока не сделали. Также у меня есть канал на площадке ru-tube, туда я пару десятков видео свое залил, но там прямо совсем все плохо. Площадка давно умерла, пытается сейчас возродиться, закупает рекламу больших блогеров, но пока шевелений там особых не видно. Явно дзену не конкурент. Если не забуду, ссылку на дзен в описании оставлю, можете посмотреть. Когда-то был яндекс эфир, представители яндекса сами со мной связались и предложили сделать клон канала на их площадке, сразу монетизированное. Я там был как телеканал, на котором выходили выпуски, платили там естественно копейки и старые видео, которые они скопировали с ютуба практически никак не продвигались, то есть они лежали мертвым грузом. Сейчас на дзене более 600 видео и просмотры очень-очень такие грустные. Так что пока ютуб наше все. Дмитро спрашивает будет ли новая мою пирамидка. Да, я эту пирамидку заказал. Ган конечно хорош, но возможно будет что-то лучше. Скьюб у Гана идеальный. Ну, пирамидка она конечно сильно лучше тех, что у меня было, но идеальной я ее не назову. Поэтому попробуем что-то мы сделали мою. Хоть эта фирма меня часто разочаровывает, надеюсь с пирамидкой будет не так. Ну, там система Маглев опять на RSTRM она не сильно впечатлила, но быть может пирамидка поинтересней станет. Мистер Гулякин задает очередной вопрос, есть ли у вас кубик Рубика 10 на 10, и почему вы не покупаете Yuxin Little Magic? Ну, 10 на 10 у меня есть. Это Шингшоу, старый и мой первый и единственный кубик 10 на 10. Я редко собираю сейчас большие кубы, поэтому острые необходимости в покупке нового не испытываю, но если выйдет какая-то достойная модель, то я ее куплю, конечно. У меня было даже время, когда я хотел выкупить вот эту серию Милонг недостающий 12 на 12, девятку, обновить мне тоже Шингшоу, девятка есть, но вовремя остановился, сейчас тот же Диан Шинг выпускает магнитную восьмерку, какие-то там еще кусочки информации где-то вращались, то будут и более крупные головоломки, чуть ли не 23 на 23, так что подождем, торопиться не будем. Юксин Литл Мэджик возможно и хороший кубик, но он очень крупный, а крупные большие кубы сейчас уже не модные, сейчас уже нужны более компактные кубики и тенденция к этому идет. А Литл Мэджик это клон кубика Хуан Лонг, у меня есть восьмерка такая, она крупновата, так же как и вся серия, так что покупать не буду, да и вряд ли я не магнитные кубики большого размера в ближайшее время вообще куплю. Ждем Дианшенк, двушка неплохая, трешка пока так себе, но тестируем дальше, надеюсь восьмерка не подведет. Где-то даже есть видео с чьей-то сборкой, вроде бы идет неплохо. Переходим к финальным семи комментариям под второй записью, и здесь опять нас встречает цель действия результат. Здесь запись когда уже случились 10 тысяч подписчиков, поэтому Юрий Юрьевич пишет Мои поздравления, ты делаешь интересные обзоры и понятные обучающие материалы. Я бы с удовольствием посмотрел, к примеру, твою коллекцию головоломка, меняющих форму при размешивании. Ну, это опять же вопрос к обзору коллекции. Будет когда-нибудь не раньше лета. Продолжает А ты будешь себе в коллекции брать зеркальные 4х4? Четверка и пятерка зеркальные продаются. Это расширенные версии с обычного 4х4 детальками из 3D-принтера. У меня такие детали есть. Распечатал мне их хороший друг на своем 3D-принтере. Я хотел самостоятельно изготовить, ну, как самостоятельно, при помощи жены все это собрать, покрасить, наклеить новые стикеры, которые купить отдельно. Но потом выпустили за 35 долларов 4х4 зеркальный уже весь готовый и я эту затею отбросил. Так что когда-нибудь куплю. Понятно, что зеркальная четверка не сильно сложная и там ничего за такого сверх естественного. Сейчас легко доступно. Когда-нибудь куплю. Приоритет задачи низкий. Ну и заканчивает Юрий Юрьевич. Всем добра и будьте здоровы. Спасибо и вам того же. Далее там пишет Андрей Опять же мои поздравления интересует правильная смазка и настройка. Понятное обучение по методу Фридрих техника правильных движений при сборке кубика рубика. Ну правильное движение при сборке это конечно дело важное. И самое главное это научиться правильно делать пиф-паф для начинающих. что часто новички делают ошибку и вращают пиф-паф вот так одной рукой вместо понятных фингер триксов. Как только новички это осознают сразу скорость сборки становится выше. Многие мои ученики очень яро сопротивлялись тому чтобы вращать пиф-паф как нужно. Нам неудобно левым пальцем это все делать но когда их заставишь они поймут и потом уже к старому способу не возвращаются. Это главное в постановке. также есть много всяких мелочей. Я возможно не самый лучший специалист в деле правильной постановки пальцев. Я собираю не на уровне мировых рекордов в районе 15-16 секунд. Но когда буду снимать видео по Фридриху я обязательно на этом остановлюсь и какие-то моменты покажу. Хотя сам до сих пор рыбку делаю вот так как когда-то показал Максим Чечнев хотя это наверное не самый быстрый способ. Фридрих будет смазка белой мару если что-то не контролируется то синий ган а настройка я всегда говорю если берете новую головоломку какая бы она ни была ну если это быстрая головоломка то первые сто сборок точно не нужно ничего настраивать так как вы можете испортить тот же скьюб 2х2 от лимкуб я никак не настраивал и сейчас он крутится более-менее хотя изначально крутился просто отвратительно не скажу что это идеальная двушка но для своего сложного строения вполне сойдет дело в том что на заводе собирает головоломки и старается делать порядочные производители конечно оптимальную настройку но с учетом хороших деталей они бывают не притертые друг к другу не подходящие чуть-чуть все они должны притереться приработаться пружинки в нужное состояние прийти какие-то там процессы произойдут главное это притрется пластик и головоломка вращается уже лучше а вы преждевременной настройки там ослабить что-то или наоборот закрутить можете этот процесс испортить и получить плохой результат так что первые 100 сборок настраивать не стоит если у вас кубик к примеру 3х3 у которого система настройки не дискретная а болты обычные которые отверткой вращать то они часто завода идут именно такие какие нужно тот же мелонг 3м отличный бюджетный куб магнитный настраивать вообще не нужно у него отвертка в комплекте но мы его берем крутим немножко смазываем раз в 100 сборок белой мару и наслаждаемся я все больше прихожу к выводу что идеальный магнитный куб бюджетный это мелан 3м он дешевле чем юксин литл маджик у него получше комплектация там есть отверточка подставочка то есть вот такой вот джентльменский набор который приятно получить и ничего с ним делать не нужно мелан 3м всем рекомендую босс тв пишет нам покажите всю коллекцию кубов спасибо ну уже отвечал несколько раз летом начну показывать будет много частей выходить будут не чаще чем раз в месяц по 50 головоломок там уже я на первые пару тройку выпусков подобрал какие есть очень трудно собрать часть из 50 головоломок так чтобы она была интересной у меня трешек одних больше сотни ну кому интересно смотреть 100 трешек подряд мне кажется это скука смертная особенно тем кто не любит скоростные головоломки а у меня таких достаточно подписчиков я стараюсь уважать всех вы видите что у меня есть видео по вца головоломкам по каким-то необычным коллекционным сложным интересным нестандартным я всякие люблю и у меня разные подписчики и кому-то будет скучно смотреть там 50 трешек подряд кому-то будет неинтересно смотреть там 10 шейпмодов скьюба подряд хотя придется наверное ну как-то так чтобы были и вца головоломки и необычные что-то собираю ну посмотрим что получится я помню про обзор коллекции когда-нибудь он случится далее нам пишет роман фартушный алексей поздравляю вас с новым годом и с 10 тысяч подписчиков спасибо роман и спрашивает он ну и когда же будет обзор на мс3 л вот на этот мс3 мне прислали не ту версию эту мне продавец подарит и со следующим заказом пришлет нормальная с хорошими магнитами я об этом уже говорил как приедет наверное не скоро так что будем ждать поэтому кубик мгс эво революционный какой-то спидкубинг будет наверное раньше но роман пишет что когда же будет мс3 а то уже и мгс эво интересно и пик с3 р 3 на 3 на 3 ну мгс эво вот он а пик с3 р я в продаже не видел видел какие-то там картинки анонс но как начнет продаваться так и будем о нем задумываться какая-то новая фирма посмотрим быть может куплю он вряд ли будет сильно бюджетным либо сильно дорогим ну наверное тоже ценовой категории что мгс санек кубик пишет еще ура наконец-то 10000 да действительно цифра стала пятизначной уже 10200 на момент записи ждем еще всем рад приходите ц24 школа шахмат дублирует свой вопрос про пб по всем головонкам вца ну вот скрин могу повторить и также спрашивает какой мой любимый куб ну из вца скорее всего мегаминкс хотя сейчас вот мне очень интересен татмингс я старшего брата его все хочу купить но что-то его перестали продавать в собранном виде а собирать татмингс 5 на 5 по деталькам мне совсем не хочется а жену я боюсь не заставлю так что подождем пока ну и очередной дублирующий вопрос будет ли метод фридрих пишет михаил кубис да будет когда нибудь работа в этом направлении ведется но раньше лета что-то появится вряд ли на этом закончились все вопросы от моих подписчиков но что удивительно я здесь не увидел наиболее частый вопрос который мне задают в комментариях где же я покупаю головоломки и я решил сам на него ответить чтобы ну как-то наверное на это ссылаться поскольку я стараюсь не отвечать дабы лишний раз не рекламировать магазины но давайте сегодня отвечу подробно где же я покупаю головоломки я их покупаю в китае в основном иногда в россии в китае это два основных магазина кубиз вот этот и зи куб вот такой зи куб время от времени переименовывается ну зи куб он был на суть остается та же в магазине кубиз доставка включена в стоимость цена какая написана в долларах такая она будет при покупке здесь выгоднее почти всегда чем в россии но я покупаю в кубиз только небольшие партии то есть одну-две головоломки если мне нужно купить несколько ну случилось так что вышло несколько новинок и они появились на сайте зи куб то я покупаю там если посмотреть то цена может быть дешевле чем на кубиз но дело в том что доставка в стоимость не включена и добавляется на в корзине в зависимости от веса товаров поэтому оптимально собирать около килограмма двух головоломок обычно на 4-5 тысяч я делаю заказ зи куб тогда стоимость доставки становится в районе тысячи рублей ну если за килограмм что мягко так распределяется по всем товарам и уже не выглядит так страшно и в результате получается выгоднее чем на кубиз поэтому на кубиз я покупаю 1-2 кубика на зи куб несколько сразу вас предостерегу что если вы увидите там какие-то ультра дешевые товары и захотите их купить одну штучку то доставка будет рублей 500 то есть вы найдете кубик за 100 рублей доставка будет 500 рублей поэтому это совсем не выгодно если что-то 1-2 лучше кубиз также я иногда покупаю в России это магазин ccc store те же пятнашки купил там и кое-что из редкого чего не было в Китае либо оно в Китае либо не продавалось либо стоило дороже пятнашки крупные мне было проще купить в России у меня есть вот такая вот пачка пятнашки восьмушки 3х3 уменьшенная версия обычной пятнашки пятнашки 5х5 6х6 и даже 7х7 когда-нибудь я сниму про них видео вот 6х6 7х7 я не так давно заказал на ccc за рекламу мне никто не платил ну вот как есть отвечаю а вот такие вот странные пятнашки я купил в Китае тоже совсем недавно ну быть может тоже сниму видео в скором времени а на эту кучку будет отдельный ролик постараюсь их все вместе перемешать собрать ну и рассказать про них свои впечатления я постарался максимально подробно ответить на все ваши вопросы если мне это не удалось пишите в комментариях ну вот стандартные вопросы сделай Фридрих покажи коллекцию где покупаешь вроде бы на них ответил если вам интересно через год можем повторить но я более чем уверен что большинство вопросов будет точно таких же пока я веду эту заключительную речь мои звери передают вам привет а на этом все всем спасибо всем пока удачусь Субтитры создавал DimaTorzok